Приветствую вас. Скажите, пожалуйста, мне вот о чем. Для вас отношения это что? Вот что такое для вас отношения? Вы говорите в своем сообщении, что много сил потратили на девушку, много времени и так далее, не уходили от нее, когда была возможность и так далее, да? Вы это для чего делали? Вы для кого это делали все? Для себя или для нее? Вы если делали это для себя, то есть потому что вам так лучше было, например, для совести, допустим, так было лучше, может быть, еще для чего-то, это одно. Если для нее, так и для другого. Понимаете, делая что-то для человека, делая что-то для другого, мы не можем рассчитывать на то, что он, этот человек, даст нам, ну, какую-то, знаете, ответную реакцию. То есть делая что-то для другого, нам нужно четко понимать, зачем мы это делаем. Если мы делаем для другого, то мы делаем это для него просто так. У меня здесь возникло такое ощущение, что вы, вкладывая в отношение с девушкой свои силы, свою энергию, ну, может быть, свое время, вы ожидали от нее, именно, ожидали именно от нее того, что она будет как-то себя вести с вами, ну, таким образом, каким хотели бы вы. Вот. И мне кажется, что это не есть хорошо. Мне кажется, что подобное, подобное по сути своей является неверным. вы либо делаете для человека все, что в ваших силах, просто потому что ему так лучше будет, либо вы преднаете, что инвестируете в отношения и в человека, ну, для того, чтобы сто-то от него получить. Далее. Ваша девушка, она поступила так, как могла. Ваша девушка поступила так, как хотела. И то, что вы считаете, что она должна была поступить по-другому, это ваши ожидания. Это ваши ожидания и ваши желания, которые она не оправдала. Вникает вопрос, а почему она должна была оправдывать ваши желания? Вникает вопрос, а почему вы считаете, что она должна была поступать так, как вы хотели? Она другой человек, она жила своим умом и так далее. А насколько вы были искренне к ней, если сейчас жалеете о том, что не ушли к другой девочке, к другим девочкам? Получается, что вы своего рода тоже использовали ее. Получается, что вы своего рода тоже принуждали себя быть с ней. Вы говорили о том, вы считали, что это нужно вам. Не было искренности, потому что в противном случае вы были благодарны ей за то, что она дала вам счастье. В конце концов, вы были с ней три года и это довольно большой срок, но не сложилось, не сложилось. Это бывает. ... Но ради чего вы были с ней? Насколько то, что вы хотели, соответствовало тому, что вы делали. И за это ответственны только вы. За это ответственна не она, а только вы. Ответственны за то, что вы хотели и что вы делали для того, чтобы получить то, что вы хотели. Я надеюсь, что вы меня сейчас постараетесь понять довольно хорошо, потому что это правда очень и очень важно. Далее. Вы говорите, вы пишете, что мне обидно, а я совершил много ошибок ранее. Ну, во-первых, я никаких ошибок у вас не увидел, и вы поступали совершенно правильно. Помимо, разве что, только того, что, как я уже сказал, почему-то считаете, что девушка должна действовать так, как вам кажется правильным, а не так, как она сама хочет. Вот это вот не есть хороший, это вот не есть правильный подход к пониманию проблемы. Надеюсь, что вы данный аспект постараетесь для себя понять. Помимо этого, больше у вас ошибок я не увидел. Совершенно. Помимо этого. Больше я не увидел у вас каких-либо ошибок, которые вы совершили. По крайней мере, так, как это обычно совершают люди. Ну, такие ошибки, которые обычно совершают люди, да. Я не увидел этих ошибок у вас. Совершенно. И отсюда у меня вопрос. Вам. А что вы сами считаете ошибкой? Что вы сами считаете неправильным в своем поведении и почему? Попробуйте соединить то, что вы считаете неправильным сейчас с тем, что вы считали правильным тогда. И подумайте, что изменилось. А после того, как вы определите, что изменилось, Простите себя. Могли ли вы знать о том, что это изменится тогда, Когда поступали определенным образом? Спросите себя. Знали ли вы о том, как действительно обстоят дела? Ну, вот, например, если вы не учитывали свои желания, да. Допустим. Если вы не учитывали свои желания, А если вы, скажем, Просто Действовали вот Так, как Вам хотелось бы, Как вам нужно было и так далее, Благаясь, что со временем Вы получите то, что нужно. Вот. То есть, получается, вы обманывали себя И из-за того, что вы себя обманывали, И вы теперь жалеете о том, что совершили ошибки. Ну, так, не нужно себя обманывать, И все тогда будет в порядке. Вот. Значит, как перестать Сожалеть о том, что упущено, Ведь я потратил столько усилий. Сожалеть о том, что упущено, Можно перестать только Таким образом, Вы перестали воспринимать это Как упущенное, Потому что вы боролись За отношения с девочкой. И вы поступали правильно. А если бы вы не боролись, Вы бы сдались, И как мужчина Вы поступили бы неправильно. Либо, либо Сказать себе, что Я поступал неправильно, Если вы считаете, Что подобное поведение не верно, И бороться за отношения не нужно, И больше так делать не будете. Но тогда не стоит рассчитывать И на то, что другой человек Будет бороться за ваши отношения. А то получается как? Вы боретесь за отношения, И хотите, чтобы другой человек Это делал тоже. Как будто вы боретесь За отношения ради себя. Нет, вы делаете это для другого. Если вы чувствуете, Что в отношениях вы вкладываетесь Не ради другого, А ради себя, То лучше, наверное, В таком случае В человека вообще не вкладываться, Потому что вы Таким образом Формируете у себя Только лишь Зависимость, А зависимость, Как известно, Ни к чему хорошему не приводит. Вот. Я думаю, именно так Можно ответить на ваш вопрос. Надеюсь, что Помог вам. Если у вас остались Дополнительные вопросы, Пишите в личку, Буду рад помочь. Если вам Понравился мой ответ, Буду благодарен, Если сделаете его лучшим. Желаю вам всего Самого доброго И удачи.